Булат, покажи еще раз вести Татарстан. Молодец, правильно. Благодаря этому журналу он научился читать. Десятилетний Булат еще не говорит, но уже читает. Книги, журналы почти наизусть выучил программу передач. Когда любимые новости, а когда мультики. Вот только просмотр их строго лимитирован. Иначе может случиться приступ. У мальчика сразу два диагноза – ДЦП и эпилепсия. Нравится более усиленный режим. На нем он как-то более усилее катается. Чуть-чуть голову прямо была. Маленький Булат борется с болезнью каждый день. Занимается на тренажерах и уже лучше держит осанку. Делает первые шаги. Но если не будет принимать лекарства, рискует в один миг потерять все, чему научился за 10 лет. Сейчас он ходит с поддержкой за одну руку. Умеет читать. Математику хорошо знает. Интересуется иностранными языками. Вот он татарский язык сейчас с учительницей изучает. То, что он мог умело делать до приступа, после приступа он может забыть то, что умел делать. Так как каждый приступ убивает клетки головного мозга. Один флакон препарата стоит около 4 тысяч рублей. В месяц нужно полтора. Если пропустить прием, эпилепсия будет прогрессировать. Вплоть до повреждения головного мозга и остановки дыхания. После длительного подбора противосудорожных препаратов подошел препарат Кепра. Этот препарат на него очень хорошо действует. После приема данного препарата судороги у него исчезают. И прекратились, можно сказать, улучшилось общее состояние, улучшилось качество жизни. Чтобы Булат смог жить без приступов и активно развиваться, нужно чуть больше 136 тысяч рублей. Для Соберзяновых эта сумма неподъемная. В семье работает только папа. Римма и Марат просят вашей помощи. Для этого нужно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Как внести больше вклад, можно узнать на сайте нашей телекомпании и Русфонда.